Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, что прячется за игнором со стороны мужчины? Это желание привлечь внимание, увеличить свою значимость и понить значимость женщины, вызвать у женщины вину, но зачем? Или это зеркало, и я сама не замечаю, что манипулирую? Мужчины часто после ссоры, даже не ссоры, а моих слов про прошлое, начинают игнорировать, не отвечают на смс и не берут трубку. Потом сообщают, что 30 дней не будет мне отвечать и общаться. Как на это вообще реагировать? В прошлом были ссоры, которые я периодически вспоминаю, хотя мы действительно договаривались оставить прошлое в прошлом, но я же человек, и иногда бывает в плохом настроении. Ну, что же, в общем и целом, вы правы, вы действительно человек, у вас действительно бывает плохое настроение. Только это не повод вспоминать прошлое, и то, что вы вспоминаете прошлое, говорит о том, что вы что-то не прожили. Вероятно, ваш молодой человек тоже что-то не прожил, и какие-то взаимные недосказанности, какие-то взаимные переживания остались невыраженными между вами, и, соответственно, вот вы сталкиваетесь с этим, когда, ну, скажем так, затрагиваете, да, например, тему Х. Я думаю, что, ну, в самом по себе в этом нет ничего странного или страшного, что какие-то ваши переживания остались невыраженными. Просто, на мой взгляд, им нужно дать возможность быть прожитыми. Вот. Для этого вам желательно вместе с молодым человеком, да, обратиться к психологу, да, и вот провести парную консультацию, я думаю, даже одну, в принципе, будет более чем достаточно. Следующий момент. Вы пытаетесь понять молодого человека, ну, вы говорите, или это зеркало я сама не замечаю, что я манипулирую, но в основном вы пытаетесь понять молодого человека, и в основном вы говорите про него. Это большая ошибка, потому что вы не сможете понять другого человека. И психологи не отвечают, и не обсуждают третий этих лиц, это, ну, в общем-то, запрещено профессиональной этикой, поэтому это, в данном случае, ветвь несколько тупиковая. Мы можем действительно помочь вам разобраться в себе, но тогда нужно понять, в чем именно. Вам нужно разобраться в себе. Если вас беспокоит и болит прошлое, хорошо, именно с прошлым мы можем вам помочь. Если вы хотите гармонизировать отношения со своим молодым человеком, и в этом тоже можем помочь. Если у вас были или есть ссоры, то с этим тоже можем помочь, потому что это такая своего рода психологическая игра, связанная над тем, что, первое, у людей есть проблемы с личными границами, второе, это то, что какие-то вещи остаются недосказанными, есть определенные страхи. Ну и третье, наверное, это то, что присутствует некое однобокусное восприятие ваших партнеров. То есть, я, конечно, не знаю, что вы имеете в виду под прошлым, ну, в смысле, говоря о том, что вспоминаете прошлое, или мужчина вспоминает прошлое, или вы, кто именно, может быть, вы оба вспоминаете прошлое, я, честно говоря, не очень понял этот момент, но, как правило, прошлое вспоминают в контексте прошлых отношений. Если это так, если вас или вашего партнера волнует то, что у кого-то были в прошлом отношения, это говорит о том, что в целом, ну, в общем-то, такая довольно материалистическая форма восприятия друг друга у вас, потому что, если люди в отношениях воспринимают друг друга как личности, они прекрасно понимают, что отношения кого-то из них, это абсолютно нормально, и никаких претензий к этому не имеют. Там же обычно есть ревность, что происходит из неверности в себе, низкие самооценки, желанием обладать партнером и привязать его к себе, тем самым что-то компенсируя, какие-то подавляемые части в самом себе, вот, и так далее. Вот. Дальше. Вы говорите, что вспоминаете о прошлом. Лично я думаю, что дело здесь не совсем в этом. Воспоминания о прошлом, как и, в общем-то, то, что у вас плохое настроение, связано с определенными чувствами, которые у вас возникают. Может быть, с определенными потребностями, вот, но они у вас отвергаются, отторгаются вами. Вы их не принимаете. Вместо этого вы просто вот начинаете там понимать прочное, да, определять предыдущие и так далее. Если вы увидите, какие ваши переживания скрываются за воспоминаниями и за плохим настроением, и научитесь, научитесь адекватно это выражать, то, в общем-то, ваши отношения с молодым человеком будут развиваться так, как они могут развиваться. То есть, либо молодой человек будет, ну, как-то относиться с пониманием, да, к тому, что вы переживаете, либо, соответственно, ну, там, будет как-то игнорировать, и вы продолжите отдаляться друг от друга. Такое, такое тоже, к сожалению, возможно. Вот. Как-то, как-то, как-то так, я думаю. Что касается того, как на это реагировать, то я думаю, что вы уже, вы уже на это как-то реагируете. Ваша задача заключается в том, чтобы просто позволить себе уже сейчас реагировать на это так, как вы реагируете. По возможности. Вот. Вот. А в то же время иногда очень важна цель. То есть, как я хочу реагировать, чтобы что? Что я хочу получить в итоге? От своей реакции, к примеру, да, что я хочу от этого получить. Вот на эти вещи, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание. А по мужчине, я думаю, что абсолютно бесполезно говорить. Какие цели человек преследует, чего он хочет и так далее. Это третье лицо, и мы здесь не будем его обсуждать. Я могу сказать только, что на мой взгляд, мужчину как-то задевает или как-то неприятно. То, что вы вспоминаете о прошлом. И, вероятно, это скрывает некоторую проблематику в ваших отношениях. Вот. Поэтому вам нужно не пытаться понять человека, а смотреть на то, где вы конкурентны. То есть, где то, что вы чувствуете, совпадает с тем, что вы это выражаете. На мой взгляд, не везде. Зато вот и нужно корректировать. Несколько смущает меня то, что вы говорите вызвать у женщины вину. Знаете, да, чисто формально вы правы. Вы правы. Но именно женщина, на мой взгляд, вину не испытывает. Потому что женщина, это немножечко другая история. Вину испытывает человек. Так вот, если вы со своим молодым человеком воспринимаете друг друга как мужчина и женщина, только на что косвенно указывает то, что имеет значение прошлое, то вот с этим, в первую очередь, нужно корректировать. И это нужно корректировать и выводить отношения на более зрелый уровень. Где присутствуют не только мужчины и женщины, но где присутствует личность. Потому что личностными качествами люди взаимодействуют гораздо больше, чем гендерными. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!